Здравствуйте! Это программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Коротко о спортивных событиях прошедшей недели. Зональные соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» проходил в селе Ома в местной школе с 4 по 7 марта. 7 марта во Дворце спорта «Норд» завершилось первенство НАО по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций. 12 марта в «Норде» состоялся финал чемпионата по волейболу среди женских команд. Во Дворце спорта «Норд» прошел чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд. На поле как мастера игры, так и новички. Тему продолжит Иван Никонов. Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд проводится ежегодно. На поле выходят мужские команды «Норда» и социально-гуманитарного колледжа. Участвуют в 8 коллективах. Играют в турнирах два этапа. Первый этап – это предварительные игры под группу. Две группы по четыре команды. И второй этап – это финальная четвертая, которая будет играть кресты. И команда, занявшая третьи и четвертые места в своей группе, будут играть стыковые мощи. Сегодня на площадке молодая команда «Планета» и команда «Норд» молодежная. Эти ребята в составе играют уже три года. Коллектив сыгранный, по словам тренера, хорошо подготовленный. В прошлом году на этом же чемпионате они заняли первое место. В этом году будем отстаивать свой титул, свое имя, команда. Доказывать, что мы еще можем, что мы играем. Показывать красивую игру. А на протяжении проведения турниров ежегодного появились интересные соперники? Появились... Ну, ребята стали чаще заниматься после разных соревнований, игр. Многие смотрят, осматриваются, делают какие-то выводы и повышают свой уровень игры. Кого вы считаете своим главным соперником? Скорее всего, это трудовые резервы, состав тренеров. Играет наш тренер, который нас воспитывает, который знает нас. То есть, ну, что они самые главные наши соперники. Команда «Норд» молодежная после первого периода выигрывала со счетом 12-0. Особо острых моментов не было, но поволноваться пришлось. В первом этапе команда «Планета» сыграла три игры. Теперь ей предстоит побороться за призовые места во втором этапе. Команда «Норд» молодежная также сыграла три игры и выиграла у команд «Планета» и «НМ Баскет». «Готов к труду и обороне» – девиз физкультурников советской эпохи вернулся в современную жизнь. И этому есть подтверждение. В регионе состоялось награждение школьников, которые в прошлом году приняли участие в пробном этапе сдачи норм комплекса ГТО. Золотые, серебряные и бронзовые значки юных спортсменов вручили в первых и третьих городских школах. Подробнее расскажет Ирина Цепетова. Нормы ГТО в прошлом году сдали 100 школьников из первой, третьей, четвертых городских школ, школ села Тельвиска и поселка Хрута. Ребята бегали, подтягивались, метали и отжимались, пытаясь достичь на и лучших показателей. Особо отличившихся в Наринмаре отправили на Всероссийский фестиваль ГТО в Белгороде, который прошел в июне. Там ребятам выпала возможность сдать нормативы еще раз и улучшить свои результаты. Этим шансом воспользовался Андрей Шитиков, ученик восьмого класса первой школы. Дома он сдал нормативы на серебряный значок, с фестиваля привез золото. Я уже просто настраивался на золото, я был уверен, что я его возьму. И все-таки получилось, когда меня вызывали, золотые значки говорили Шитиков, Андрей. И у меня такая гордость была за, получается, свой город, за округ. Самым сложным испытанием в борьбе за золотой значок стала гимнастика, признается отличник ГТО. Достичь успеха Андрею помогли тренировки. Кроме того, юноша занимается тяжелой атлетикой. Хорошая физическая подготовка школьников, по словам организаторов, превзошла все ожидания. Золотые, серебряные и бронзовые значки получили 59 ребят из 100. Мы, честно говоря, не надеялись, что так хорошо дети отбегают. Мы думали, что будет похуже, но дети нас порадовали и результат хороший. Отмечу, что в прошлом году в пробной сдаче норм ГТО приняла участие только одна возрастная группа 13-15 лет. В системе ГТО это школьники четвертой ступени. В этом году сдать нормативы ГТО могут школьники с 1 по 11 класс. Ждет юных спортсменов и еще одно нововведение. Зимний фестиваль и летний. В летнем фестивале сдают кросс, как и в прошлом году дети бегали по стадиону 2 и 3 километра. В этом году они, в зимнем фестивале, они будут бежать на лыжах, лыжные гонки. Тоже там свою дистанцию, для каждого возраста своя дистанция. Все остальное останется то же самое. Испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость или нормы ГТО появились в 1931 году и успешно просуществовали вплоть до 1991-го, а затем надолго ушли в историю. Желание популяризировать массовый спорт и плотно заняться физическим воспитанием всей страны привело к возрождению комплекса «Готов к труду и обороне». Оно началось в 2014 году. Апробационный этап продлился до августа 2015-го. Теперь мы снова возвращаемся к тому, что нация наша с вами должна быть здоровой, должна быть физически совершенной. Всеобщая обязательная сдача ГТО начнется в 2017-м, когда программа будет полностью внедрена в жизнь. Сдавать нормативы нового спортивного комплекса смогут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше. А теперь о спортивных событиях, которые пройдут в нашем округе в ближайшее время. 14 марта во Дворце Спорта Норд стартует региональный этап соревнований по волейболу среди общеобразовательных организаций. С 25 по 27 марта на крытом катке Ледового Дворца Труд пройдет Кубок губернатора Нейско-автономного округа по хоккею. 26 марта пройдут соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Это была программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Кубок Героя Советского Союза